По этой улице в Зубчининовке пройти просто так невозможно, особенно в дождь. Об этой проблеме жители рассказали главе города во время прямого эфира на телевидении. Звонила Ирина Кошелева. По ее словам, было бы достаточно засыпать яму гранулятом. По поводу дороги на улице Кустанайской, пересвечения с Гоголя. Вот этот угол, там постоянно яма, там постоянно вода стоит. Детям в школу пройти невозможно, если пройдет дождь. Там очень большая грязь. Без резиновых сапог там делать просто нечего. Поручение местной власти решить проблему было дано сразу же. Прошло две недели, и вот Олег Фурсов приехал на место, чтобы посмотреть, что сделано. Выяснилось, ничего. Вместо этого асфальтовой крошкой засыпали другую улицу. Я удивлен, что до сих пор не засыпали. Было же поручение в эфире, в прямом. И районы самостоятельно могут транспортно ходить, крошки более чем достаточно. Другие места вместе с ОСМ засыпали. Здесь мы с Власовым договорились, что они помогают и техникой, и грядерами. И этот участок они берут на себя, потому что дороги вы их видите не полностью. Соответственно, работали каждый день. В прямом. Примое поручение мое надо исполнять. Тем более знали, что я приеду. Я предупредил. Срок исполнения семь дней. Через неделю должен быть отчет, что перекресток приведен в порядок. Дороги и улицы в городе необходимо поддерживать в хорошем состоянии. Тем более, что в Зубчининовку скоро тоже придет программа большого ремонта. Впрочем, дорожная проблема не единственная для поселка. О своих нерешенных вопросах жители рассказали главе города. На улицах много травы. До сих пор местами еще работают пивнушки-разливайки. В подвалах некоторых многоэтажных домов стоит вода. Разбор полетов уже проходил на совещании в администрации Кировского района. Вопросы местным органам власти, представителям депутатского корпуса, силовым ведомствам. Больше всего претензий к работе управляющих компаний. Управляющие компании, которые не хотят прислушиваться к жителям, нарушают установленные нормы, у них надо отзывать лицензии, инициировать процедуру исключения их домов, домов из сферы влияния. В этом году вступила в силу еще одна законодательная норма. Теперь из-за недоработки управляющих компаний жильцы не должны расплачиваться. Потери идут в убыток самого обслуживающего предприятия. Так что, если в подвале протекает труба, а от домашнего провода электричество подается в киоск, жителям стоит проверить, правильно ли им начисляют коммунальные платежи. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События.